Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Ну, а я, как обычно, в марте и в апреле, ну, сейчас в март, я начинаю выводить соли. Эту процедуру делаю раз в полгода, могу сделать это в ноябре. И в марте могу это делать в декабре. И в марте. Ну, неважно, вы себе устанавливаете каждый, кто когда захочет. Почему? Ну, потому что люди, которые заботятся о своем здоровье, они периодически проводят процедуры по очищению организма от солей. Смотрите, что такое солевые отложения. Это причина огромного количества заболеваний. Они влекут, эти отложения, возникновение болезней почек, а также суставов, сосудов. Вот это подагра и всякие прочие неприятные вещи. Как вывести соли? Их надо выводить, обязательно надо выводить. Вот как их вывести из суставов? Как их вывести из почек? Вы думаете, в позвоночнике нет соли? Вы ошибаетесь. И даже в позвоночнике есть соли. Я это делаю в домашних условиях, но вы прежде чем делать, посоветуйтесь с доктором. Вот есть такие у меня методы. Я использую обычно солевыводящие лекарственные травы и продукты питания. Только травы и продукты питания, которые выводят соли. Никогда не прибегаю к химическим препаратам, медицинским таблеткам и так далее. То есть я не кормлю фармацевтические заводы, фабрики их детей. Мне это не нужно за счет своего здоровья. А мне нужно реальное оздоровление. Очищение проводится в течение трех дней. Сейчас лучше записать для тех, кто ведет такие вот дневнички здоровья для себя, для своих родных и близких, чтобы они могли заглянуть и понять, нужно им это или нет. Обязательно запишите выведение соли раз в полгода. Необходимо. И способы. Нужно приготовить отвар вечером, заранее. Из лавровых листьев. Примерно 25-30 средних листочков на полтора-два стакана воды. Листья заливаю кипятком, настаиваю в термосе. Пью отвар в течение дня. Причем частями. Не залпом, не сразу. И не запивая в прикуску с едой. Знаете как? Отдельно. Натощак. Также продолжаем и в следующие два дня. Через неделю процедуру можно повторить. А потом уже не раньше, чем через полгода, дорогие мои. И да, питание в эти три дня должно быть строго вегетарианским. Алкоголь полностью исключается. Очень эффективно совмещать очищение лавровым листом с суточным голоданием. Как это я делаю по понедельникам. И да, кто только что присоединился, оставайтесь с нами на канале Кэтрин Докс. Вы много чего узнаете. Дальше свежий сок из корней сельдерея. Пить по 2 чайные ложки 3 раза в день. Очень просто, очень полезно. Невероятно полезно. А всего лишь надо сок из корней сельдерея. По 2 чайные ложечки 3 раза в день. Все. Дальше не менее приятный способ я вам расскажу. Это стакан овса. Цельного овса. Заливаем 1 литром воды. И кипятить на медленном-медленном огне до выпаривания четверти жидкости. Потом процедить и принимать вот этот слизистый отвар. Да, если вы хотите деткам дать, иногда это тоже нужно, лишнюю соль выводить. Вы же знаете, наши детки, они очень любят чипсы и сухарики и всякую такую дребедень, которая приводит к тому, что даже у деток откладываются соли и в почках, и в позвоночнике, и в суставах. И вот именно вот этот слизистый отвар, и туда можно добавить немножко меда и сливки, или мед, или сливки отдельно, и сделать вкусненько. И по полстакана 3 раза в день до еды. До еды за 15-20 минут до еды. Дальше. Каждое утро пейте натощак по 1 чайной ложке смесь в равных пропорциях. Смотрите, какая смесь. Лимонный сок, мед и оливковое масло. Все. Вот почему на картинке у вас сейчас лимон, лавровый лист, не хватает оливкового масла. Еще раз, сок лимонный, мед и оливковое масло. Каждое утро натощак по 1 чайной ложке. Вот такую смесь. Смесь это должна быть. Еще раз, в равных пропорциях. И еще раз хочу напомнить. Тот, кто на канале Кэтрин Докс, вы получите масса полезной информации, которая пригодится не только вам, но и вашим деткам. Итак, следующий способ. Это 3 лимона и 150 грамм чеснока. Пропустить через мясорубку. Залить 1,5 литра воды и настоять сутки. Процедить. Пить утром натощак по 50 мл настоя каждый день. Следующий сбор. Это 10 частей коры березы, 10 частей коры осины, 1 часть коры дуба. Крепкий-крепкий отвар вот этого сбора. Принимать под третий стакан на 3 раза в день. И еще хорошо очищает организм от соли. Следующий состав. Корень лопуха, трава и корень пырея ползучего. А сейчас пырей как раз. Вот эти вот молоденькие корешки. Мартовские, апрелевские. Вот их нужно собирать. Дальше трава фиалки трехцветной. Вот это все взять в равных частях, измельчить, перемешать. 2 столовые ложки сбора кипятить в литре воды 15 минут. Процедить и принимать по полстакана 4-5 раз в день. Через час после еды примерно. Но не во время еды. Ни в коем случае. Каждое утро необходимо принимать в пищу коричневый рис. Это на тот момент, когда вы хотите выводить соли. Как его приготовить? Замочить на 2-3 часа. 50-70 грамм примерно. Тщательно промытого естественно. Довести до кипения, прокипятить 2 минуты. Снять с огня. Сменить воду и промыть. И вот так делать 3 раза. На 4-й раз рис доварить. Добавить по вкусу мед или сливочное масло. И съесть на завтрак в виде кашки. Все. Больше до обеда ничего не есть. Пить только чистейшую воду. В обед и на ужин питание обычное. Но конечно с минимальным количеством соли. Вечером необходимо пить отвар еловый. Я бывает сосновый. У нас сосна рядом растет. Поэтому беру сосновый или другой хвойных пород шишки. Приготовленный так. Вечером в стакан кипяченой воды положить шишку. Средних размеров. Молоденькую. Зелененькую. Еще. Утром в той же воде прокипятить ее 5 минут. Шишку выбросить естественно. Добавить в стакан кипяченой воды. Где-то до 200 миллилитров. И выпить вечером 100 миллилитров отвара. Одного стакана хватит на 2 дня. Вот такое лечение утром рис, вечером отвар шишки. Применять в течении 1 месяца. И за месяц из организма уходит 3-3,5 килограмм солей. Вы себе можете представить, когда из вас уходит 3 килограмма солей отложенных. Что-то в суставах, что-то в позвоночнике, что-то в почках. Во время такого лечения обязательно нужно включать в рацион курагу. Побольше кураги. Яблоки. Лимоны. Дабы избежать потери соли калия. Соли калия мы... Потому что вместе с вредными солями хлористого натрия мы можем потерять соли калия. Калий мы можем брать вот из кураги. Калия много в хурме. Ну и в других овощах и фруктах. Дальше 1 чайная ложка. Следующий рецепт. Измельченных корней марены красильной. Кто знает такую травку, но о ней мы еще будем говорить. Залить 1 стаканом воды, кипятить на водяной бане 10 минут. Остудить, процедить, пить отвар утром, вечером по 100 грамм до еды. Курс лечения 1 месяц. А потом перерыв месяца, а то и 2. А потом можно повторить. Но более простой способ. Это чай из корней подсолнечника. Растворяет многие-многие соли в организме. Используется при отложении солей в суставах и позвонках. У кого артрит, полиартрит, остеохондроз и так далее. Вот сейчас весна. Посейте себе подсолнечник. Подсейте. И потом осенью соберите корешки. И все, и вы будете довольны. Потому что они выводят соли из организма. У кого желчекаменная, мочекаменная болезнь. Вот как раз корни подсолнуха то, что надо. С осени запасают толстые части корней подсолнечника. Корни нужно собирать осенью. И срезают мелкие волосатые корешки. Тщательно моют и сушат. Затем их дробят на меленькие кусочки величиной с фасоль. И кипятят в эмалированном чайничке или кастрюльке. На 3 литра воды 1 стакан корней. Около 2 минут прокипятить. И чай необходимо выпить за 2-3 дня. Потом эти же корни вновь можно прокипятить. Но уже минут 5 в том же объеме воды. Также выпивать за 2-3 дня. Заканчивают пить чай с первой порции. Потом приступают к следующей и так далее. И вот такой вот чай пьют большими дозами. Через полчаса, даже лучше через час после еды. При этом соли начинают выходить только после 2-3 недель. И смотрите, что происходит. Моча будет ржавого цвета. Но пить нужно до тех пор, пока она не станет прозрачной, как вода. Во время очищения организма от соли нельзя есть острые, кислые, сильно кислые и соленые блюда. Если солим, ну без соли многие не могут, то совсем чуть-чуть. Пища должна быть слегка подсолена и преимущественно растительна. Но вот и все. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. И подписывайтесь на канал Кэтрин Докс. У нас много чего интересного. Пока-пока.